Козьим молоком торгую. Их ввожу по одной, по две бутылки. И она вчера меня хватает вот так вот туда. Уйди, эту вот тележку мою я не довезу. Хватает, кидает, всё, раз так можно. Мария Анофина рассказывает, как накануне закончилась её торговля молоком. Администрация центрального рынка заняла жёсткую позицию. На территории торговать можно только проверенной продукцией. А эти женщины никак не могут получить нужные справки. Второй день иду клеймить. Как в батюшке на присягу иду я. Они мне снова ставят разбавку. Я говорю, как я могу прийти, с какой морды к вам. При этом у Валентины Суровяткиной всё получилось и без проблем. Она привезла молоко из Куймани. Ну как, собрала документы и приехала на рынок, заклеймила и торгую. Администрация рынка сделала для молочниц специальные ряды. Три бутылки молока можно продать бесплатно, остальное заплатив 20 рублей. Хотя и это бьёт по карману продавщицы. А вот посчитайте, по 20 рублей 10 дней сколько будет? 200 рублей? Ещё 10 дней 200 рублей? У каждой из незаконно торгующих молочниц давно постоянная клиентура, которая готова поддержать их рублём и без необходимых справок. Вкусное, хорошее, такого молока я в детстве только у родной матери видела. Но частное мнение покупателей в разрешительный документ не впишешь. Здесь пишется в квитанции, что разведено либо молоко водой, либо без документов не допускает лаборатория. То есть это вопрос от лаборатории. Она ваша лаборатория неправильная. Я вам ещё раз могу подтвердить. В государственной лаборатории все обвинения отвергают. И даже опыт показали. Это две пробирки с молоком. В одну из них добавили воду. Приборы проходят ежегодную поверку. Лаборанты действуют строго по инструкциям. Аппаратура безошибочно определила пробирку с разбавленным молоком. Разведение 11,8% воды. Молоко – один из самых проблемных продуктов для проверки. И после сегодняшнего скандала руководство приняло решение показывать свою работу не только журналистам. Ознакомить торгующих молоком с положениями законодательства Российской Федерации. Ознакомить их с методиками исследования. И проводить каждое исследование и отбор проб в их присутствии. Молочницы отступать не собираются. Будут продолжать свои попытки получить добро строгой лаборатории. И даже, возможно, обратятся в прокуратуру, чтобы та проверила порядок работы на рынке. Татьяна Ермишина, Тимофей Астахов. ДВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok